друзья всем привет в этом видео рассмотрим один противный у меня такой первый раз случающийся случай есть такое явление как кратера многие с ними знакомы в любом случае так или иначе единичный и так далее но тут более интересный случай эта машина уже отстояла три дня как бы отсохла я сейчас царапаю мне не страшно вообще но тут россыпь картеров на абсолютно всю длину покрашенного элемента красилась два задних крыла и оба задних крыла вы посмотрите на эту красоту вот так сбоку хорошо видно не были запитой да 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 все полностью забита усыпано кратерами и вот тут все то же самое почему это происходит и откуда растут здесь ноги резинки дверные которые мажутся непонятно чем непонятно как особенно распылением очень хорошо в себя впитывает это вот эту гадость вот здесь что произошло были подготовлены крылья к открасу в грунт без грунта мокрый по мокрому крашу я водой поэтому когда происходила краска вода никак не реагирует с этим жиром просто не было ничего видно а на лаке то есть при пыл и сразу налив полутора слойный лак и у меня с не сразу а я отлил ушел на ту сторону отливаю возвращаясь пока повесил пистолет пройти просмотреть может что-то не так происходит и вижу что полностью одно крыло усыпается кратерами возвращаются к другому и там та же самая история из-за чего это происходит когда обезжиривали дверной проем изначально здесь не не обратили внимание не вымыть то есть это наш косяк не вымыли все раствором хорошо именно растворителем по вычищать все дверные проемы по выматовывать просто идеально выдрать и когда обезжиривание происходило обычно антисиликон очень плохо смывает эту гадость особенно если она крепкой получилось размазывание то есть салфеткой антисиликоном все облили салфеткой начали размазывать другой вытирать вот это все размазали другой вытираем как бы не утирали это все остается на поверхности в грунт в риск очень хорошо проникает и вылазит вот таким вот явлением наружу есть что есть скажем так это так целиком весь элемент то есть туда где повыше где нету не так сильно размазали изначально тут их поменьше они такие более единичные уходят мы делали целиком батон а здесь рассыпано все мощно на лючке их нету то есть лючок обезжиривался отдельно на лючке их нет что нам нужно нам нужно короткий брусок 320 наждак что будет происходить я просто сейчас коротко покажу чтобы не растягивать этот весь процесс надо 320 полностью поснимать грубо говоря весь лак с элемента поскольку мы элементу то не шпатлеванные после такой не слабой рихтовки эти элементы надо вот это все дело подбирать я покажу до какого состояния надо подбирать но фактически туда будет пробивать до грунта краску насквозь попробиваем но это готовится под грунт-изолятор хайгард силер аликверовский 122 он закроет 320 риску она правда будет на машинке это риска он заизолирует все вот это дело дверной проем теперь будет делаться целиком сюда уже в переход никак не получится сделать здесь где-то переходик получится а тут уже надо целиком аж под вот эту рамку уходить и полностью закатывать весь элемент в этот изолятор потом окрашивать и отлащивать уже тоже целиком вместе с батоном казалось бы вроде мелочь до неправильная процесс обезжиривания и такой косяк за собой повлекло сейчас покажу до какого состояния нужно вычесать и так да вот такого состояния вычухиваем то есть чесываем лак ну тут на батоне было буквально два штучки то есть не критичная даже здесь не размотовывался сюда полноценно чтобы сохранить этот цвет поскольку цвет сложный но тут не об этом при размотовывании не обращаем внимание на то что создаются протиры это то о чем я сказал изначально их будет много очень много во первых пробиваем по плоскости что как где-то вот тут кратера были глубокие то есть я их вычесывал дольше протираете все они заизолируются грунтом изолятором грунт изолятор этот можно пошлифовать случае чего там соринки какие-то или еще какие-то нюансы проверяем внимательно чтобы вся риска была хорошо выбита это четко видно на машинке когда проходишь и все то же самое делаем сейчас со вторым крылом дверной проем это тоже чуть-чуть это самую основу разбил остальное вручную надо в этот кант только вы руками можно залезть по-другому никак по плоскости по сбивалась все 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 места тут тоже уже все вручную придется позаниматься чутка сейчас закончу подготовку завтра загоню ее в камеру оклеюсь уже покажу что я как и клеил будет сниматься задняя дверь потому что она мешает передняя сниматься не будет поскольку тут отвернется вот так резинка дверь закроется и будет у меня нормальный зазор чтобы там вклеить валик и спокойно себе от отлачиться чтобы не было никаких вопросов то есть тут у меня дверной проем уже пролаченный один раз и лезть мне второй раз туда просто нету никакого смысла с этой стороной пока что все ручной труд и как правило оставляю на самый последний этап когда уже у меня все доведено все готово торцы проем его и оставляю на потом продолжаем машина заклеена сейчас разведем грунт покажу что как заклеил 122 2 к 1 на те два крыла мне хватит то наверное наверное вот так отвердос 362 это у меня на выходе получится 150 грамм не больше с разбавителем еще и разбавончика к нему 741 почти 200 грамм должно хватить поскольку грунт наносится тонким слоем определился с сашей поговорил с технологом на ритане наносив полтора если она сработает все это дело то она их полтора сработает от того что я нанесу два слоя только перерасход материала лишний поэтому будем делать припыл и сразу налив использовать его буду в неколорируемой версии он мне там не нужен по двум причинам первое мне нужно сохранить остаток цвета в проеме для перехода и на стойке крылу для перехода и ну все равно окрашивать не в экономии краски дело сейчас а именно в изоляции хорошо очень вымешиваем потому что грунт тяжелый и то что мы чуть-чуть потелепали это ни о чем не говорит так насыпать буду с 1.3 с огола 46 00 экстрим башка у нас склер я им наношу в основном макаряк сейчас то есть дюза та который наносим лак в принципе его можно этот грунт спокойно и базовым стволом раскидать грунт уникальный его можно делать с ним по сути что хочешь густым сильно разбавленным если надо очень и очень тонко наносить полет фантазии абсолютно свободный по машине значит как сделано грунт мы будем наносить целиком аж сюда в проем тут красочка там лакомии должен остановиться заклеена здесь под отворотик резинки сняты с дверей грунтом здесь остановлюсь дальше у нас проблем не было то есть размазано все было тут по крыльям лючок просто под перелакировку пойдет так вот тут тоже самое принцип то есть меня задача закрыть вот эту грубую часть грязную грубую часть этим грунтом но открытый металл грязный палец открытый металл мы обязательно должны закрыть эпоксидным грунтом это все что у нас открыто именно по металлу мы закрываем грунтом протиры которые есть до грунта они нас не волнуют сильно мы их оставляем так как есть давалячок поставим 2 подачу открутил на два полных оборота дюза 1 и 3 припыл проходим и сразу наливаем я грунт шикнул и уже липкой салфеткой подтер пробежался чтобы нигде не было пыла все обдул хорошо и все само собой липкой салфеткой тоже папана это плохо это я случайно так скажем плюнул на элемент водно спиртовая и сразу растираем иначе потом будет привет какой-нибудь на лакокрасочным все все Продолжение следует... Продолжение следует... Наносится как лак. Грунт довольно-таки по времени долго открыт, поэтому если что-то увидели, где-то не допылили вдруг, ну что-то не нравится, да, там по шагрени, взяли, подлили. И все будет по красоте. Да, на вторую сторону мне тоже хватит. Так, все залито. Залито, залито, залито. О, оставляю его сохнуть. Примерно часа через два вернусь к этим элементам. Пробегусь, я вижу, у меня тут с пистолета мусорок плюнул. Пробегусь, все это дело подчищу. Проверю здесь, где переходы, чтобы все было ровненько. Ну, расшлифовки. Ну, судя по блику, не знаю, попадает в камеру или нет, блик, блик лампы ровный. Перепроверим, чтобы нигде ничего не рвало. И будем красить, если все нормально. Глянем, что у нас есть. Так, есть такие намеки на оконтуривание. Берем 600-ку Ковокс. Пробегаемся. Видим, что это нижний рисунок так выглядит, потому что по верху, по шагрени, вот смотрим в лоб, все чисто, все ровно. Ну, мы пройдемся все ровно везде-везде, потому что я, блин, лоханулся у меня в пистолете. Это под мокряк, и там, ну, короче, подразъяло мелочи, он плюнул оттуда, откуда начинал. Некрасиво. Поэтому надо пробежаться, это все дело промотовать. Скажу так, грубо говоря, я промотую всю поверхность. Переконтролирую, чтобы нигде ничего. Но кратеров я не вижу. И это самое главное. Вот эти все микросоринки, вот это вот, это все по сравнению с кратерами, вообще мелочуга. Тут по проему все тоже залилось. Хотя где-то я видел, как, типа, начинание, где-то тут, в уголку, сейчас. А, вот. Вот, типа, как начинался кратер. Целая серия. Все-таки загрязнение настолько мощное, что даже растворители не вымыли его. Обезжирка несколько раз уже заобезжирена. Тоже не вымыла. И только грунт, дай бог, он нас спасет. Потому что, если не спасет грунт, я... На этом мои полномочия все. Я просто скажу, не знаю. В общем, так перемотовываем все по поверхности. Липкая салфеточка, само собой. Все повытирать, повыдувать. И наносим краску. Итак, все продуто. Липкой салфеткой протерто. Прямо видно, как у меня рука где останавливалась. По движениям. Липкой салфеткой протерто. Готово к открасу. В последний момент было принято решение сделать переход на двери. Потому что все элементы крашены. И открасив, повесив двери на место, на кузове, ну, такая несимпатичная разница в цвете. А попасть в стыд, ну, колористы подкрашенные не попадут. По крашенному кем-то лючку. Причем эта сторона отличалась от этой по цвету. Но сейчас не об этом. По вот этим кратеркам. Только вот здесь. Еле заметные я нашел. Во всем остальном все чисто ровно. Берем пистолет. Заряжена красочка. Наносить будем тоненькими слоечками. Потому что синие в воде. Блин, текучие. Не знаю, с чем связано. На три оборота сейчас выкрутил. Дюза 1.3 ЕТС. Заряжена красочкой. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Два перламутра в составе краски. Я не знаю почему, но я уже процедил дополнительно через фильтр в 90 микрон, но они так забивают вот этот фильтр. Я сейчас прям увеличил подачу, потому что уменьшаю подачу краски. Реально упала скорость подачи катастрофически. Это жесть! Я не знаю, что за хрень, ёпки! Продолжение следует... Пойдут садить краску. Что-то херня какая-то не нравится мне. И поменял фильтр на 125 микрон, я стоял 90. Другое дело, ёлы-палы! Продолжение следует... 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 Все, по окраске закончили. Покажу, как я стал в последнее время чаще контролировать плохо кроющие цвета. Пока работает сушка, покажу, заслепливать не буду. Короче, это лампа колориста. Я захожу, в процессе высыхания проверяю. По торцам, по углам просвечиваю. То есть под вот эти лампы видно не будет ничего. А вот эта лампа просвечивает, становится все видно. И видно, где нужно зайти и чутка допылить. Потому что когда все высохнет уже, ходить допылять, тем более это перламутр, чтобы не было никаких ореолов. Тут на этом свете не будет, но если это, к примеру, серебро какое-то. Все вот эти вот углы хорошо просматриваем. Торцы, углы, где там можно не прокрасить. Ну, я думаю, каждый прекрасно понимает, где эти углы могут быть, косяки. И все. Если все нормально, то оставляем высыхать. Нет, ненормально. Я вот тут вижу пробив светлый. То есть сейчас возьму и допылю, пока все остальное мокрое еще. Годная штука. Рекомендую к приобретению. Должна быть, в принципе, у каждого малера. Включаем свет и делаем вот так. Этого будет достаточно. Просушено, просмотрено, чтобы все было ровно, красиво. И мы готовы к лакировочке. Здесь, я прощупал, переплыла нету. Делать тут особо нечего. Лакируем. Ивата, пенинфорина, блэк мамба. Дюза 1.5. Три полных оборота выкрученных. От закрученного три на выкрученные. Потому что дюза 1.5. Мне с первого слоя сильно много наливать не надо. Просто-напросто. Лак Sprint H79. Наносим первый тонкий. Ну, как обычный полутораслойный. Второй в налив. Либо же первый припыл и сразу налив. Но мне здесь удобнее актуальный первый тонкий. Второй в налив. Потому что это японец. Мне здесь не надо делать фольксвагеновскую шагрень. Там, где сначала капля, потом разлив идет. Поехали. И будем надеяться, что все будет хорошо. Выкручиваю полностью и закручиваю один оборот. Удив-вдив-вдив. Продолжение следует... 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 Пройдем посмотрим... Что мы видим... Соринки единичные... Это такое... Это мелочи... Нас сейчас больше интересует... Так... В углу... Это хорошо... Тут... 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 Я даже... Переходным... Все... Залилось... Ну... Есть... Пару соринок... Такие надо подобрать... По кратерам... По кратерам... По кратерам... Не вижу... На лечке... На лечке... Сорина... И какой-то... И какой-то... И какой-то... И какой-то... Так... Уже два кратера... На лечке... На крыле... Пока что... Все... Ну... На дверях... Вот тут... Где подливал... Вообще... Растянулось... Там... Где колупал... Даже делать... Ничего не надо... Даже пилить... Ничего не будем... Здесь... На двери... Тоже... Ничего такого... Чтобы надо было... Доделать... Так... Для подкапывания кратеров... Есть... Вот такие... Специальные... Спонжики... И что я делаю... Откручиваю... Бачок пистолета... В любом случае... Так или иначе... Тут есть что набрать... С уголочков... И выглядит следующим образом... Прямо в сердце кратера... Ставим капельку... Она растянется... И мы ее уберем... Так же как уберем... Вот эту соринку... Просто заточив... И тут значит кратерочек... Тут сложнее... Потому что все на весу... Не попал... Рядом... Есть... Руки к вечеру... Уже... Не такие точно... Но тоже... Это все запилится... Как... Дефект... Как сорина... Собственно... Все... Что мы... Мы победили ее... Ура... Товарищи... Ура... Я в принципе рад... Я в принципе рад... Можно так сказать... Получилось... То есть... Благодаря грунту... У нас все получилось... Если брать просто... Перекрашивать поверху... Бесполезняк... Не... Не взлетит такой вариант... То есть загрязнение... Оно если есть... Оно и будет оставаться... Пока вы его не заизолируете... Бояться косяков... Как бы... Бояться... Это... Нужно... Опасаться... Можно... Перестраховываться... Желательно... Но если такое произошло... Ну... Складывать руки... И говорить... Что... Ой... Все... Беда... Печаль... Теперь... Ничего не сделать... Нет... Это тоже... Не выход из положения... Существует... Масса... Химии... Химатуры... Которая нам позволяет... Выполнить... Ну... По сути... Любую сложность работы... Главное... Понимание того... Как эта химия работает... Технологи... Спасибо огромное... Александру Борисову... Нас в этом поддерживают... То есть... Есть какой-то вопрос... Пожалуйста... Обсудили... Обмусолили... Приняли... Обоюдно... Решение... Да... Потому что меня... Допустим... Как малера... Еще попробую убедить в чем-то... Если я сомневаюсь... Мне хоть рассказывай... Хоть доказывай... Пока я сам не проверю... Не перепробую... Нет... Бесполезно... Поэтому приняли... Обоюдное решение... Которое устраивает обоих... Выполнили... И все нормально... Посмотрим... Соберем... Покажу... Может быть... Какие-то нюансики в полировке... Именно по вот этим... Где пару капель поставил... Как они убираются... Потому что многие думают... Что такие капли убрать почти невозможно... И... Будем отдавать машину... Потому что и так... Спасибо за понимание клиента... Но мы машину, грубо говоря... Передержали на неделю... Из-за вот этого вот косичка... Так... Все открашено... Отсушено... Позанимаемся... Перетиранием... Что я тут накапал... Крупного ссора... И покажу одну новиночку... Ну это не новиночка... Это у нас... Толикат... Желтенький... Восемьсотка... Оранженький... Тысяча двести... Сейчас... Восьмисоточкой... Сошлифовываем... Основу... Каплю... Царапаем соседнюю поверхность... Ну а что делать... Без этого никуда... Иначе где-то набурим дырочку... Здесь капелька почти ушла... Переходим на 1200... И перебиваем всю риску... Соседнюю... И все... Капля у нас... Пропала... Сейчас пока будем перебиваться по рисочку... Мы точно там все вытрем вообще в ноль... А у нас еще две перетирки двумя наждаками... Параллельно забираем сорину сбоку... Все... Тут есть... Сейчас поподгребаем тут... Свор... Тут я сразу 1200 грибу... Восьмисотка тут не нужна... Так... Это у нас крупные соринки... И есть еще несколько мелких соринок... Я сейчас покажу... Что из новинки я себе взял... Это машинка Flex... На батарейке... Для полировки... Но... Кроме того, что для полировки... У нее еще есть... Одна приколюха... Это... Три типа насадок... Эксцентрик 9 мм... Эксцентрик 2 мм... И... Роторная насадочка... Что она может делать... Я сейчас сюда одел... Эксцентрик... 2 мм... И сейчас сюда приклеим... Наждачок для шлифовки... Мелкой абразивной шлифовки... И... Попробежимся... Вот эти самую мелочу... Всю... Поперетираем... Ну тут есть что подтереть... Сейчас посмотрим как это работает... У меня есть вот такие... Тремовские листочки... Двушки... И полторушки... Попробуем с полторушечки... У меня они что-то не очень... Прям сильно зашли... Но я их пробовал вручную... Ручным шлифованием... Сейчас попробуем на машинке... И говорят что есть такие же Covox... Я вживую не видел... Надо купить... Covox... Потому что он талий блоки... Мне очень нравится как работает... А на машинке будет прям интересно как работает... Так... Проверяем... Это самые малые обороты... Включаем... Есть... 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 Теоретически это должно быть... Быстро и прикольно... Давайте глянем в каком состоянии... Наждачок чистый... Меньше... Медленнее оборотов не сделать уже... Она именно эксцентрик... То есть исключительно точечно... Огонь... Просто ракета... Давайте сейчас попробуем еще... Во-первых... Добить надо... Остатки того что мы тут наточили... Вручную... Это у нас 1500 сейчас... На Толиксе... И двушечка на Баффлексе... Зелененькая... Здесь вручную... Хотя можно... Применить вот эту машинку... Но как бы... Зона такая... Что на машинке... Не хочется... Полторушечку... Не знаю... Надо... Не надо убирать... Сейчас попробуем полировать... Что нам нужно для полировки... Отстегиваем... Пристегиваем... Это уже эксцентрик... Вроде 9 миллиметров он идет... В комплекте с машинкой... Идет такой вот... Подгончик... Подгончик... Видеонаборчик... И сейчас... Глянем... Что там... Тут у нас кружки... Два зеленых... Ох ты... Ох... Ох... Ребятушки... Вот это... Я вовремя залез... Сейчас на другом крыле... Попробуем как работает... Прям спасибо... Прям не знаю что за градация... Но... Надо... Пощупать... Короче... Два зеленых... Два белых... Два зеленых маленьких... Два белых маленьких... Паста 9000... 3000... И... Два полотенца... Под пасту 3000... Под пасту 9000... Замечательный наборчик... Прям приятное дополнение... К машиночке... Так... А что я все убираю... Если мне сейчас нужно для работы... Трешка... Зеленое полотенечко... Кружочки... Сейчас попробуем... Все стандартное... Чики-пунг... Хорошее полотенечко... Лазерная обрезочка... Все как положено... Попробуем полирнуть... Я не знаю... Уберет... Полуторку... Ту... Или не уберет... Паста всегда надо перемешивать... Кстати... Возможно... Что придется пройти машинкой... Бафлексом... Двушечкой... Хорошо... Пропитаем кружок... Первоначально... Его надо прям так... Хорошо запитать... Чтобы он нормально работал... Хорошо... Греет... Я не знаю... Во-первых... Греет... Звук... 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 Греет... не слишком грубая риска хотя снизу фактически все ушло но рисачок грубоватый грубоватый не стоит надо перебиться сейчас надо сделать следующий маневр и перебиться на вот этой машиночке вот такие вот движения 1 3 а а а а а а а а а возвращаемся к нашим баранам лишь эта машинка не предназначена прям для таких полировок но просто интересно посмотреть что она может так ее назначению соринки поперебивать в проемчиках у тут переходики подполировать тут кантики вот это прям ее тема а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... второе это тряпка уже все этой стороной нельзя работать на полировку это блин . очки и тапочки ребятушки сказочка закончилась ну ну херня реально прям огромный минус компании за это так ну а так все отполировано я понимаю конечно что на такую вот это все пройти будет дольше чем полноценным машинками со своей работой она справляется неплохо ладно сейчас дополируем и попробует мне интересно этот наждак по этой стороне мы все отполировали сейчас одели вот тут наждачок и попробуем как он себя поведет тут есть крупная прям такая ночью нет даже не думаешь ее стоит пробовать где-то чем-нибудь помельче так смотрим скорость мурали я хочу попробовать и все локальные меня и полировку тоже локально есть тут мы каплю капали нельзя лично я думаю это двушка по наждаку так пограбаться как и сорота особо нету так и теперь попробуем полирнуть без каких-либо действий дополнительных так и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И вот, что-то крупненькое тоже... А так всё... Так, ну и проверим теперь маленький кружок на роторном вращении... Вот тут вот внутри, где у нас идёт переходик... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Огонь... Блеск удали... Шершавость убрали... Ставим на место порожек... Всё, там готово... Теперь у нас есть переходики тут... Вот тут мутность... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чётко... Чётко... Блин, я доволен машинкой... Так, давайте глянем... Уже солнце на закате... В принципе... По свету тут всё видно... Так, по цвету теперь... Вопросов быть не может никаких... Потому что всё в одном цвете... Тут наш цвет... Тут цвет, который был... Само собой по блеску... Есть вопрос... Он тоже... Вопрос третий... Так... Так... Давайте так прикроем вам... И вот так... В проёмах... Всё гуд... Всё норму... Тут сполировали... Там сполировали... Очень довольные машинки... Прям рад приобретению... Надеюсь, что... Не буду огорчён ей... Совсем... По проблеме, которая была... Мы её благо решили... Поэтому пути решения есть всегда... И даже если что-то возникает... Как я уже сказал... Не стоит отчаиваться... Надо просто... Спокойно становиться... Дать себе выдохнуть... И подумать, как этот вопрос решить... Благо химии для решения этих вопросов хватает... Есть куча компаний... Куча решений этих вопросов... Ищите способы... Ищите подходы... Общайтесь с технологами... Получайте информацию... И... Решайте те вопросы... Которые у вас возникают... Разными путями... На этом всё... Если есть что-то из вас... Из вопросов... Пишите в комменты... Я желаю всем удачи... Пока... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok...